В конце декабря 2020 года следственные органы предъявили обвинение экс-главе Эскетимского района в превышении должностных полномочий. Будучи главой Эскетимского района Новосибирской области, он незаконно передал во владение и собственность дачного некоммерческого товарищества земельный участок нарушения и требований федерального законодательства о землепользовании. Данный земельный участок находился на территории Морозовского сельсовета, представлял собой вид острова. Сейчас идут гражданские иски, поданные Эскетимской межрайонной прокуратурой, в том числе о сносе имеющихся строений на этом острове. И данная сделка была признана незаконной по передаче острова. Тогда же он был задержан. Ему избрали меру пресечения – домашний арест. В декабре 2021 года суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Прошло первое заседание по рассмотрению уголовного дела. В начале октября 2023-го Олег Лагода выступил с последним словом. Преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал. Доказательства, которые были исследованы в суде, это подтверждают. Сторона обвинения не смогла опровергнуть доводы защиты, предоставленные суду. В связи с этим прошу меня оправдать. Суд постановил признать экс-главу виновным, но по статье «Халатность» назначить наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Но в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности освободить от назначенного ему наказания. По вступлению приговора в законную силу отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отменить меру процессуального принуждения в виде ареста, наложенного на его имущество. Вещественные материалы по уголовному делу возвратить владельцу и в различные инстанции. Приговор в законную силу еще не вступил. Гособвинитель отметил, что вопрос о внесении апелляционного представления будет решен при подробном ознакомлении с приговором суда.